Добрый день, с вами Инна, компания Мой Мерсин. Вы только посмотрите на эту территорию, посмотрите, какие цветочки сочные, яркие, пальмы. Здесь бассейн огромный, взрослый, детский большой бассейн, аквапарки, очень много места, зона отдыха, беседки, детская площадка, баскетбольная площадка, спортплощадка, даже качели здесь есть, чтобы можно было сесть, взять книжку и под зонтиком, покачиваясь, читать книгу, отдыхать. Мы с вами находимся в районе Томюк, приехали сюда показать вам квартиру планировки 1 плюс 1, но не обычную 1 плюс 1, а очень хорошей, очень большой квадратуры 1 плюс 1. Наша квартира находится вот в этом доме, комплекс у нас состоит всего лишь из одного блока. Здесь у нас имеются квартиры планировки 1 плюс 1 и 2 плюс 1 по краям. Наша квартира находится на 10 этаже, с видом на этот прекрасный зеленый комплекс, на такую большую территорию и также с видом на море. Хочу отметить, что такой квадратуры 1 плюс 1 мы с вами давно не видели и не снимали, и только данный застройщик дает такие квадратуры. Дом у нас с исканом, люди уже активно заселяются, до моря буквально 300 метров, и давайте посмотрим ее, какая же она эта большая квартира 1 плюс 1. Мы с вами просмотрели территорию, и теперь посмотрите, какая здесь входная группа, очень большая, очень просторная, много зеркал, то есть когда вы приходите домой, допустим, с магазинов или же с моря, у вас будет полное ощущение, что вы заходите не к себе домой, а в какой-то крутой отель. Посмотрите, как здесь все красиво и просторно. Теперь поднимаемся на 10 этаж и заходим в квартиру. Располагайтесь поудобнее, потому что у нас с вами будет на просмотре большая квартира 1 плюс 1. Зашли, вот такая вот светлая прихожая нас с вами встречает. Места немалое, сразу скажу, очень даже неплохая прихожая для 1 плюс 1. С этой стороны встроенный шкаф, посмотрите, сверху полочки, далее снизу для верхней одежды и еще обувница вот такая вот, то есть очень даже неплохо для 1 плюс 1. С этой стороны видеодомофон и первое помещение у нас это общий сан... не общий, а единственный санузел, но тоже обратите внимание на ее квадратуру. Я спокойно хожу по санузлу и нигде ничего не задеваю. Инсталляция, душевая кабина, посмотрите, тоже хорошая душевая тоже здесь, двери вот так вот открываются, закрываются. Квартира после стройки, здесь еще никто не жил, поэтому не обращайте внимания, где-то там пленка есть, где-то там еще штукатурка, туда-сюда, не обращайте на это все внимание. Далее вот такая вот, посмотрите, большая такая длинная мойка со смесителем, снизу тоже шкафчик для хранения моющих средств, допустим, сверху вот такой тоже шкафчик с зеркальным фасадом. Внутри полочки, куда можно будет поставить, допустим, зубную пасту или зубную щетку. Очень хороший, очень просторный санузел. Смотрим далее. Вы только посмотрите на эту спальню. Это всего лишь спальня квартиры 1 плюс 1. Чтобы вы понимали, здесь даже ради интереса хочу вам показать моими шагами, какая квадратура здесь выйдет. Смотрите, считаем. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре. Четыре на пять только спальня. В квартире 1 плюс 1. Итак, на полу у нас ламинат. Одна стена у нас обклеена обойми. Остальные стены покрашены. Сложный потолок. И смотрите, сюда вы можете спокойно, я не знаю, поставить кровать. Здесь можно поставить глубокий, большой, встроенный шкаф, высокий. Далее с этой стороны можно будет телевизор повесить или же туалетный столик поставить. Также по бокам кровати у вас останется место, куда еще и тумбочку поставить. То есть, как вы понимаете, здесь полно места. Со спальни имеется выход на балкон. Я бы сказала, даже на балконище. Потому что здесь, в данной квартире, конечно же, у нас очень хороший и очень просторный балкон. Посмотрите, какая здесь квадратура большая. Иду, иду, иду. Вот я только дошла. И опять же, для интереса, сейчас шагаем на длину балкона. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять метров плюс-минус, естественно, всего лишь длина и ширина. Раз, два, три. Ну, пусть два с половиной будет. Девять на два с половиной. Где вы видели квартиру один плюс один? Вот с таким огромнейшим балконом. И с такими же прекрасными видами на район Томюк. Да, видно море, оно кусочками, но все равно оно есть. И понятно, что оно здесь рядом, что она в пешей доступности. Так, идем далее смотреть. Возвращаемся с вами в прихожую. И теперь переходим на кухню, совмещенную с гостиной. Опять же, посмотрите, кухонный гарнитур выполнен П-образной формой. Каменная столешница. Сверху куча шкафчиков, снизу куча шкафчиков. Имеются ниши под технику. Ну, кстати, стиральная машинка и их посудомоечная машинка будут находиться на этой кухне. Смотрим, какие что у нас здесь. Вот такой вот большой шкаф с полками. С этой стороны так же. Дальше. Под островком. Вот такой тоже глубокий шкаф. Кстати, сюда можно будет поставить туб газовый. И потом ее вот так просто протянут. Да, протянут, да. Отсюда протянут его внутри шкафа до плиты. Далее, с этой стороны продолжаем. Выдвижные шкафчики с доводчиками. Смотрите, это не сильно глубокое. Глубже и еще глубже идет. Вот так. Все шкафчики с доводчиками. И теперь хочу показать вам пространство внутри кухни. Тоже, смотрите, раз, два. То есть, любой хозяйке здесь работать, здесь что-то резать, мыть, жарить. Есть пространство, где крутится и нигде бока не будет отбивать столешница. Вот к чему я. Далее, мокрая зона у нас плитка. И теперь мы переходим в зону гостиной. Мы с вами видели, что кухонная зона как полноценная отдельная кухня-квадратура. И теперь посмотрите на эту гостиную. То же самое, как отдельная гостиная комната, очень даже большая. Она квадратная, за счет чего вы можете спокойно здесь расставить, конечно же, любую мебель. Можно будет сюда спокойно поставить большой угловой диван. Или же один диван, два кресла, зона ТВ, тумбочка под телевизором. Еще и можно журнальный столик. И еще у вас куча места останется для того, чтобы комфортно передвигаться по квартире. Помимо этого, застройщик предусмотрел, смотрите, столешница чуть-чуть уходит вперед. То есть можно будет садиться сюда с этой стороны, поставить там барные стулья. Сели, чай, кофе, завтрак. Не знаю, с семьей пообщаться. С утра посидеть. Вполне даже много места. И далее с гостиной у нас имеется выход, опять же, на тот же балкон, где мы с вами были. И давайте пойдем еще раз вернемся на этот балкон. С этой стороны, обратите внимание, имеются выводы. И район Томюк на сегодняшний день он не газофицирован. Но, естественно, газофикация в планах. За счет этого застройщик уже подготовил дом под газофикацию. Эти выводы идут для котла. Когда будет газ, вы купите двухконтурный газовый котел. Поставите радиаторы, и ваша квартира будет отапливаться. Плюс на сегодняшний день горячая вода подается с бойлера. Поэтому выводы тоже подготовлены. Ну и кранчик со сливом, чтобы шлангом мыть свою террасу. А теперь давайте посмотрим, что у нас за балконом. А за балконом у нас огромная территория этого комплекса. Согласитесь со мной, что на сегодняшний день все, что строится, все объекты, особенно где-то всего лишь один блок, комплекс одним блоком, территория, прилегающая территория, намного меньше, чем в данном случае. Здесь вы видите и бассейн, и аквапарк, и зона барбекю, душевая, 4 беседки, детская площадка, баскетбольная площадка, скамейки интересные даже, качельки поставили. И еще под домом у нас находится огромное количество мест для парковки машин. Далее сверху у нас имеется вид на море. Да, оно кусочками, но тем не менее, вот эти кусочки, которые остались, они уже ничем не перекроются. До моря буквально 300-350 метров, я так думаю, с прекрасной набережной, широкая, красивая набережная, зеленая набережная с велосипедными дорожками и песчаный пляж с пологим заходом. Вот такая вот квартира 1 плюс 1, большая квартира 1 плюс 1. У нас с вами сегодня на просмотре в районе Томюк. Что хочу сказать, что я ранее много раз отмечала, что такое квадратуры на сегодняшний день квартиру 1 плюс 1 найти очень и очень тяжело, но мы нашли, у нас оно есть, поэтому, если она вас заинтересовала или если она вам понравилась, то пишите по указанным номерам, всем с удовольствием ответим. На этом у меня все, всем спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!